Приветствую вас, Мария. Много я чувствую в вашем тексте напряжение, много я чувствую в вашем тексте какой-то такой, знаете, сдержанность что ли. Много я чувствую, как вам сказать, удержание себя, своих эмоций и так далее. Это первое. Понимаете, вот второе, на что я хочу обратить ваше внимание, это на противоречие. Типа, я не могу, когда кто-то на моей кухне, но квартира музе, он купил её. И вот, значит, я не могу разговаривать со свекром и свекровью, но при этом приглашаю их на обед. Отвожу их на работу. Я люблю своих родителей, но ездить к ним три раза. Знаете, вот такие противоречия, я уверен, ещё противоречия у вас есть. Вот. Я чувствую неуверенность, страх, чего-то. Итак, в зале мы ждём третий месяц, я не могу относиться положительно к свекровке и свёклу. Ну, идея в том, что у вас задели слова «свёкла» и «свёкла». Вот, идея в этом основном заключается. То есть, можно сколько угодно говорить о том, насколько правильно люди поступили, да, насколько и чего они хотели вообще. Вот. Можно сколько угодно долго об этом говорить, на самом деле. Важно всё-таки немножко другое. Важно то, что вас это задело, важно то, что вас это напрягло. Вот. И, соответственно, вот ключевой момент, он в этом и заключается, да? То есть, ну вот, ключевой момент, он в том и заключается, что вам это неприятно, что вас это задело. Вы понимаете? Такая штука. Вот. И, соответственно, это вот основное, это основное. То есть, нужно посмотреть на то, чем вас это задело, как вас это задело, и разобрать этот момент. Вот. А дальше вы уже, на мой взгляд, как раз таки сможете двигаться дальше, и на мой взгляд, уже сможете выбрать для себя вот ту модель поведения, которая наиболее актуальна. Так. Я стараюсь перещагнуть через себя. Ну, то есть, по сути, вы стараетесь проигнорировать свои чувства, проигнорировать свои эмоции. И, вот, собственно, это чувствуется на протяжении всего вашего текста. Вот. Что вы идете против себя. Значит, на следующий день у мужа спросили, бывала ли я девочка, и он ответил честно, нет. Мне уже 33, мне 27 муж, работаю я тоже, его родители устроили скандал, назвали меня нехорошим словом, устроили разборки моим родителям. Мои родители сказали, чтоб я ушел от него, так как слишком много оскорблений, сколько оскорблений было. То есть, тут вот, чувствуется, что ни вы, ни ваш муж, да, а родителей, в общем-то, ну, наверное, недостаточно эмоционально эфирировать. Вот. Как я думал, честно говоря. И вопрос у меня к вам. Собственно, почему так? Почему вы не сепарировались от своих родителей, чтобы они, ну, чтобы те не могли говорить такие вещи вам, да, типа, уходи, там, и прочее, и прочее. То есть, это как минимум несколько странная позиция здесь. Это касается как вас, так и вашего мужа. Дальше. Я не захотел, а люблю его. Ну, вот, понимаете, с одной стороны, да, с одной стороны, вы поступили здорово, с одной стороны. То есть, вы, с одной стороны, сделали очень хорошо, вы, как бы, остались человеком, вот, в этом плане вы молодец, конечно же. Но, есть у меня такое ощущение, да, что не до конца вы приняли эту позицию для себя. А, вот, не до конца вы, с этой позиции, а, свыкли с своей, потому что всю ответственность за эту позицию вы на себя не взяли. Потому что все ответственность было бы принять, а в том числе и родителей мужем, как людей, которые преследуют, там, какие-то вообще свои цели, к вам отношения никакого особо не имеющего. Не имеющие я, точнее, простите, не имеющие, вот. Но у вас так не получилось, потому что вы продолжаете переживать то, что они вам сказали. Ну, как бы, скупая с тем, что вы пишите дальше, это вполне прозвучно. Дальше, вы пишите, я не захотел, люблю его, как-никак, пора уже семью завести. Ну, вот, первый звоночек, первый звоночек. Кому пора, для чего семью заводить и так далее. То есть семья, это, вы знаете, не собака, которая, вот, у вас, это, все-таки семья, и что значит заводить семью, ну, вот вопрос, да, вопрос цели и смысла здесь. Дальше. При этом мой муж не вступился за меня. Ну, опять же, к его действиям, к действиям мужа можно относиться по-разному. Да. Ну, можно сказать, что он должен был вступиться, можно сказать, что он, ну, типа, хотел вступиться, вступился, не хотел, чтобы поступался, не вступался. Вот, и что это его право. И, в общем-то, это тоже будет справедливо. Но важно другое, что у вас есть какие-то, какое-то ожидание, что он должен был вступиться. Он не вступился, и не очень понятно, приняли вы это в нем или нет. Дальше. Сейчас мои родители хотят, чтобы я писал им, когда им пришли, когда ушли, зачем. Нам ничего не хотят. То есть, как бы, чувствуется, что вы не можете, ну, отграничить себя, что ли, от них. Дальше. Мы его родителей отвозим на работу. Кто, кто мы? Опять же, кто мы? Почему мы? Зачем? Его родители могут прийти к нам домой, пока нас нет. Ну, только у них ключи есть, как, 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 э, ключи, ключи-то к ним попали. Один раз мама пришла и помыл посуду. Я не могу, когда кто-то находится на моей кухне. Что значит, не могу? Да. И, опять же, вот такое, ммм, такое страстно, такая страстно, э, охрана, вот, какого-то своего пространства, ну, может свидетельствовать о том, что вы об себе не уверены. То есть, ну, как Эллан пришла и помыла, да. То есть, как, как это влияет на вас. С другой стороны, свои личные границы вы тоже-тоже не обеспечиваете. Вот. Значит, дальше вы пишите, когда кто-то находится на моей кухне. Но квартира мужа, он ее купил. Я не могу простить его родителей. Ну, правильно, раз вы не принимаете что-то в себе, вы не можете принять других людей. Вот. Раз вы не можете что-то принять в себе, ну, соответственно, вас, вас тошнит, естественно. Вот. Они сейчас стараются быть такими правильными и добрыми, а меня тошнит от этого. Ну, то есть, это опять же не принять. К моим родителям ездили за все это время раза три, то есть вижу их один раз в месяц. А нужно больше видеть или что? Я не знаю, как бороться с собой. Не нужно. Хочется взять и уйти. Ну, вам хочется сбежать от проблем. Правда, проблемы это не решит. Вот. Вам и вашему мужу на консультацию. Желательно лучше начать, наверное, все-таки с вас. Вот. То есть вы сами. Обратитесь, поработайте, дальше уже попробуйте привлечь мужа, если будет желание. Вот. Опять же, да, противоречия. Я, если он остался, я его люблю, пора создавать семью. Ну, хочется уйти. То есть, ну, странно. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи.